МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три невесты. Невеста с приданом Яна, повидавшая мир Елена и восточная женщина-загадка Милана. А жених у нас Евгений. Давайте посмотрим. Евгений. 30 лет. Все девушки его обманывали. Одна притворялась профессорской дочкой, вторая оказалась несвободной, а третья не оправдала его надежд. Евгений, управляющий инвестиционным холдингом, хозяин небольшой ювелирной компании. Мечтает о сыне и дочке, готов ради любимой жены прекратить даже виртуальный флирт. Евгению не нравятся домоседки. Он не готов жениться на женщине с ребенком. Ему нужна эффектная стерва, рядом с которой он почувствует все прелести жизни. Ну, давайте встретим Евгения. Мы ждем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, приходите. Я считаю, что ты ему очень подходишь, потому что ты как раз не являешься домоседкой в данном случае. Любишь всякие мероприятия, составившим очень хорошую компанию. Евгений, вы у нас были. Да. Расстроились, что девушка вас не выбрала? Ну, с одной стороны, конечно, расстроился. Любой мужчина бы на моем месте расстроился. Но с другой стороны, я все-таки понимаю, что этой девушке, наверное, нужен был не муж, а, наверное, кто-то другой. У нее очень много амбиций, очень много того, чего она хотела достичь. И с мужем было бы, наверное, сложно сделать. Ну, мне тоже складывается впечатление, что вам нужна не жена, а скорее подруга или кто-то другой. Все-таки, наверное, нет. Уже хватит подруг. Охота жизни немножко все-таки поменять. А вот расскажите эту историю трогательную про девушку, якобы профессорскую дочку. Приехали в стриптиз. Очень красивая девушка. Познакомились, начали общаться. Девушка рассказала очень душесчипательную историю про себя. Помимо того, что просто красавица, учится в двух институтах, очень престижных, очень интересных. Все образованно, родители состоятельные, готовы обеспечивать все, что она хочет. Но, тем не менее, девушка еще работает для себя, потому что ей это интересно, потому что ей охота общаться с людьми. А оказалась с Украиной, да? Честно говоря, я уже не помню, откуда она оказалась. Совсем из простых и нигде не учится. Но вы с ней прожили долго? Три месяца. А, недолго. Недолго. И вы собрали вещи и выставили вон? Или как это произошло? Был серьезный разговор, все обсудили, все все поняли. Ну, как произошло. Вы жестокий, Жень. Почему жестокий? Ну, потому что приехала несчастная девушка с Украины. Ей нужно было здесь как-то зацепиться. Пришел интересный парень с деньгами. А что она должна была делать? Ну, что? Она и выдала эту легенду. Ну, и что здесь страшно? Зато после... Лариса, для девушки это тоже должен быть урок, что важно не просто казаться, но и быть. Попытаться учиться. Попытаться... Попытаться с девицей легкого поведения. Ну, чтобы она была похожа на Джулию Робертс. Ну, и так и вы не речь. Благодельно, чтобы она временно была. И чтобы она... Да, 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 да. Джулия Робертс. Это ты. А сейчас пришли за кем, зачем? Чего хотите? Прошло время, понял, что тот образ жизни, который я вел раньше, не совсем соответствует тем ценностям, которые, ну, для любого человека важны и актуальны в настоящее время. Понял, что, ну, хватит, надо остановиться. Тот опыт был. Сейчас я понимаю, что опыт был негативный. А говорят, затягивает. Вот, знаете, не затянуло. Хотя 10 лет... А страха нет у девчонок, если встретите приличную девушку? А не потянет, нет, по местам былой славы, нет? Я считаю, что это очень как раз большой плюс. Нагулялся, хватит. Вы очень много путешествуете, но мечтаете о детях. Причем вы путешествуете там по полгода. А вот как совместить одно с другим? То есть что, жена не должна работать с вами, кататься вместе с родным ребенком? Это как? Знаете, мне кажется, что это менталитет, который остался еще с советских времен. Так я сама из Советского Союза. Я тоже из Советского Союза. Вот я пытаюсь себе это изменить. Что есть четыре стены, в которых надо родиться, прожить всю жизнь на одной работе, работать с девяти до шести, и в этой же квартире умереть. Весь мир, как мне кажется, открыл какие-то границы и живет немножко по-другому. Как ребеночек маленький. То есть я так и не поняла. Вы не будете отказываться от своих привычек? Ради детей я откажусь от всего, от всех привычек. Что будет мешать здоровью и развитию ребенка, да? Конечно, конечно. Я тоже согласна. Сейчас существует, слава богу, иная связь, кроме как телефоны. И можно работать и зарабатывать деньги, имея ноутбук. Абсолютно верно. Если он любит путешествовать, это прям твой вариант, потому что ты же по Таиландам у нас разъезжаешь, по заграницам. Вы интересуетесь и вам нравятся девушки именно того внешнего типажа, который быстро увядают, к сожалению. И, увы, вы будете, если вы будете продолжать выбирать женщин такого типа, вы будете вынуждены путешествовать от одной красавицы к другой. Может быть, вам имеет смысл переориентироваться хотя бы внешне сейчас на других женщин? Несмотря на то, что все-таки мне нравится больше брюнета, блондина, да, тут прям я прям даже заинтересовалась. Если влюбитесь, а женщина не сможет по каким-то причинам вам родить ребенка, для вас это будет принципиально? Для некоторых мужчин это навязчивая идея? Нет, это не навязчивая идея, абсолютно. Нет, слава богу, выйдите, знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Пожалуйста, познакомиться. Пойдемте вас провожу. Здрасте. Мне кажется, она ему явно уже не подходит. Как только что сказали ведущие, что главное смотреть не на внешность нужно. С кем вы пришли? Я пришла с моей подругой Полиночкой. Давайте посмотрим на экран. Яна 27 лет. Училась в Турции. Работает переводчиком в алюминиевой компании. Много путешествует. Купила автомобиль и квартиру в Усть-Ильинске. Собирается обзавестись жильем в столице. С возлюбленными расставалась сразу, как только находила в них изъян. Надеется, что Евгений лишен недостатков и достоин ее любви. Вы себе нравитесь? Очень даже. А как вы считаете, у вас больше достоинств или недостатков? Больше достоинств, чем недостатков. Перечислите, пожалуйста. Мне нравится такое начало. Дело в том, что я очень умею любить. Это во-первых. Во-вторых, я очень обязательная. И мне нравятся такие мужчины, как вы. Мне кажется, она слишком самоуверенна сама по себе. Вам 27 лет. Вы не были замужем. У вас нет детей. Но у вас были длительные, интересные отношения, романы. Расскажите. Да, у меня были отношения. Я жила гражданским браком с мужчиной. Все было замечательно для тех пор, пока мы не стали жить вместе. Дело в том, что он из нашей квартиры сделал офис. И мне это очень не нравилось. То есть приходили его коллеги очень часто. Друзья. Сказали бы, что вам это не нравится. Давай все-таки работа отдельно. А он что? Я говорила ему. Почему вы не сбежали на работу от этого кошмара? Дело в том, что он невероятно был ревнивый просто. Он мне не разрешал даже заниматься своим любимым делом каким-то. Так что вас развело с этим-то, с своим возлюбленным? Дело в том, что мы поехали на Новый год к моим родителям. Я думала, что он сам сообразит что-нибудь купить или подарок, что-нибудь в этом роде. Но он не сообразил, ничего не купил. Ну а почему не подсказали-то? Ну, мы уже достаточно долго были вместе. Я думала, что мы могли сообразить. Послушайте, ну мужчинам иногда нужно говорить. Они заняты у них, вечно они о чем-то думают. Послушайте. Правда-правда, у них тяжелая жизнь. Я с этим согласна, но мы вместе с ним жили, как бы в одной квартире. Это постоянно говорилось, постоянно обсуждалось. Ну вам-то он делал подарки. Ну да. А маме Кадеевой она не понравилась. Да потому что нам переигрывают. Ну нужно было сказать, слушай, Коля, ну надо обязательно маме купить букет цветов, папе бутылку водки, а сестренке платочкой. Но только взрослые женщины до этого дозревают. Вы еще не догадываетесь, что если вы выйдете замуж, вы будете всю жизнь подбирать подарки не только своим родственникам, но и его родственникам за него. Это нормальная ситуация в большом количестве семей. Ну да, это нормальная ситуация. И даже себе будете выбирать подарки. Но она, скорее всего, подумала, что он так ее игнорирует просто. Мне просто хотелось, чтобы... Ну и скажи, что это жло, что это неприятно. Чистой воды жило. Мне хотелось, чтобы он хотя бы сам понимал, что я иди к моим родителям. Я вас понимаю, у меня был один ухажер из Америки, который... Я была мать-одиночка, который тоже приехал ко мне в Москву, я первый год здесь жила. Ребенку было там года четыре, моя мама... Ну хоть бы цветы, хоть шоколадку бы купил ребенку. Все, я просто так и сказала. Думаю, если ты сейчас, сегодня, когда так заинтересовываешь, чтобы меня завоевать, это такие жлобские проявления. Я вас понимаю и не осуждаю нисколько. Хотя могла бы сейчас сказать, боже мой, как можно из-за подарка. Вот так можно. Думайте, мужчины. Я считаю, что если любой парень девушки едет знакомиться к родителям, да тем более, начиная праздник, обязательно должен что-то с собой привезти, цветы, подарок. Ну и вторая история тоже. Была невероятная любовь. Я желаю каждой женщине вот такого мужчину, который был у меня. Мы с ним так хорошо жили, то есть как бы я даже не заметила, что он оказался женат. То есть я посмотрела в паспорт и увидела, что он женат. В течение 10 месяцев вы не знали, что он женат? Да. Такая уверенная, вся такая, типа, красавица. Мне почему-то ей не верят, что я не знаю, почему, что прямо она такая вся из себя. А вы с ним пробовали объяснить? Может быть, он 300 лет не жил со своей женой, но просто не было смысла? Нет, он жил с женой, и я как бы... Хорошо, я подожду два месяца, я еще ждала. А как вы могли не заподозрить? Он всегда ночевал с вами? Не всегда, но... А как объяснял? Там по работе уехал, я к себе домой еду, мы свободно общались по телефону. А к вас приглашал в гости, знакомил с друзьями, с родителями? С родителями нет, с друзьями с некоторыми. Он почему-то очень боялся меня знакомиться. Дети не жили, я так понимаю, на одной территории. Да, но он приезжал ко мне, вот так... А квартиру он снимал? Да. Ты знаешь, она как охотница, ей нравится, нравится. Сейчас у нее цель-то вечер. Конечно, завоевать. Не развелся? Ни сегодняшнего дня нет. Чего хотите сейчас? Вам 27 лет. Я безумно хочу детей. Я ей не верю. Но она просто знает, что... Я не верю. Она просто знает, что говорить. Она слышала, что Жене понравилось. Да, у нее нет детей. Что Женя там очень детей хочет. Она что услышала, то и говорит. Яночка, я знаю, для того, чтобы показать сюрприз, вам нужно переодеться. Пожалуйста, проходите, а мы с вашей подругой Полиной пока по балкану. Сейчас сюрприз, девочки, посмотрим. Давно дружите? Года три всего лишь. Мы познакомились на сальсе. Я занималась сальсой. Она пришла туда буквально случайно. Как-то так у нас сразу прям все сложилось. А чем она вас так вот покорила? Что в ней было особенно? Она очень открытый человек. Я вижу, как она переживает все вот эти вот свои личные проблемы. Я должна акцентировать на чем-то... Мне кажется, что у тебя получится зацепить. Она меня приглашает вечером, всегда на полный стол еды. Она вечером что-то наготовит, такая хозяйственная. Сама готовит? Да, она сама готовит. Очень вкусно, между прочим. Всегда все очень чисто. Она прям фидан к чистоте. Хорошенький, хорошенький. Я не хочу ему понравиться. Пойдемте, Евгений. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Худовато для восточных танцев Обычно женщины такие в теле этим занимаются Яночка, многие девушки пытались обольстить наших женихов при помощи танца живота Но получилось лучше всех у вас за два года Это просто какое-то волшебство Вы такая умница, я хотела сказать Наслаждение Спасибо Берите свою подружку Спасибо, что поддержали Обалденно, просто шикарно Замечательная девушка Вы знаете, она, конечно, волновалась очень сильно сегодня Мне кажется, что на самом деле она еще лучше, чем нарисовала перед нами образ Ну, конечно, сирая, убогая, которая ногти сидит, грызет, заикается, вся в прыщах Вызывает больше доверия Красивая женщина, которая вот настолько успешная, что все у нее получается Ну, безукоризна, я считаю Настораживает, думаешь, ну где же здесь изъян, ну где же здесь какая-то червоточина Ну вот она такая, просто приятная женщина У которой все получилось Так бывает Хорошая жизнь Дальше не будем искать никакую гадость Он тебя выберет, однозначно тебя Спасибо, я очень старалась Ошибка, если не выберет тебя, то шикарно просто Роза, как впечатление у тебя было? Нет, впечатление хорошее Девушка красивая, молодость, красота есть Молодец, фасад хороший Но деньги нужны У вас деньги есть, что вы к обенеете, в конце концов? Ты правильно говоришь Молодец Тебя поддержали, ты ей понравилась Я могу сказать, что девушка готовится к замужеству Если при этом еще выяснится, что она прекрасно умеет готовить, например, где-нибудь особенно обучилась Я считаю, что ей как супруге просто нет цены Ой, как я умею готовить, еще ты же знаешь Она готовит шикарно И по характеру это как раз та самая девушка, которая способна вам выносить мозг по пустякам Вы этого хотите? Конечно, ей не нужен бедный какой-нибудь Иван Пихто Ну точно совершенно Ну не для него расцвела Безусловно Извините Новое знакомство через несколько минут Давай поженимся теперь вашим мобильным Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью В эфире давай поженимся у нас в студии Евгения Идите знакомиться с второй невестой Привет, меня зовут Елена Привет Видела тебя на этой передаче и уже пришла специально к тебе Мне очень понравился Ой, очень приятно, здорово Пойдемте Спасибо Нет, она слишком странная для него, мне кажется Не знаю, нравится ли ему пышная форма Еленочка, с кем вы? Я пришла с своими друзьями, Валентиной и Светланой Очень приятно, давайте посмотрим Елена, 29 лет Менеджер в туристической компании Обожает музеи и экскурсии Мечтает показать мир своим будущим детям Любимый дважды делал Елене предложение руки и сердца Но каждый раз, получив согласие, отказывался от своих слов Надеется, что Евгений окажется более решительным Даже не представляю, как это так Делали предложение и потом все это откладывалось Такой красавице Да, мало ли того, что он еще был старше меня Это было два года, два года тянулось Ему было 40 на тот момент То есть это были серьезные отношения И он через полгода сделал мне предложение Когда я сама, в принципе, намекнула о том, что надо Как-то либо мы продолжаем более серьезно встречаться Потому что у тебя возраст, у меня тоже Два года достаточно для того, чтобы принять это решение Ну да И он сделал мне предложение После чего, буквально через пару дней Сказал, чтобы мы подождали Что он пока не готов А кольцо подарил? Кольцо подарил Может быть, у него были финансовые какие-то проблемы? Нет, не финансовые А как я потом уже сама поняла Он был закоренелым холостяком Он ни разу не был ни женат, ни детей не имел Да, вот такой у меня тяжелый случай попался Сделал я себя жертву Но не знаю А мужчины любят, что кому-то надо пожалеть? Мужчины нужны позитивные женщины Через месяц он появился, попросил прощения Сказал, что дай мне время, я сам к этому приду Я хочу сам это в себе очутить и тебе сделать предложение Леночка, а вот кроме этого, что-то настораживало? Нет И он на Новый год сделал мне сам предложение Приехал ко мне в Москву Вот, я опять согласилась А кольцо? Кольцо тоже И второе кольцо Другое уже было То я сказала, что я не приму, потому что он напоминает Чтобы неделька была уже О плохом Да, и через месяц после этого предложения я с ним разговариваю Надо назначать срок Потому что у меня работа тоже Та стерва Это для семьи больше подходит Но, конечно, мне кажется, он все-таки вот это Я не знаю Такая мягкая Да, располагающая И он сказал, что Лен, давай опять отложим И мне надо подумать Ты пойми, что-то у меня опять тараканы в голове А, то есть, в принципе, я собираюсь жениться, но не прямо сейчас Да, да, опять Ты меня дождись, когда я созрею Понимаете? На что я просто сказала ему До свидания И заблокировала все контакты с собой Она на него даже вообще не смотрит А ему же неприятно, наверное, такое невнимание А ребеночка не просил, Лен? Вначале нет, потом он был даже не против Но не так не говорил Знаете, у нас проблема была в странах Нам нужно было определяться, где мы будем жить Чтобы хотя бы граждански Разногласия были, да? Вы, наверное, не хотели уезжать за границу? Нет, знаете, у меня такая работа Что очень часто приходят ездить по командировкам И я очень люблю сама путешествовать Любой момент, два-три дня, неделя я уезжаю А он испанец был? Нет, он москвич Там по работе Но это не может продолжаться вечно А вы в семейной жизни собираетесь продолжать работу? Где у вас контракт, командировки? Это полгода тут путешествует Это еще полгода А где ребенка с кем будет? Нет, смотрите На данный момент уже Так как мне уже не 20 Да? Я добилась определенных высот в своей карьере Да? И сейчас я бы хотела уже заняться определенной семьей Я очень хочу ребенка и быть замуж И карьера для меня отходит на второй план Если бы он, не знаю, выбрал ебру Я тогда вообще просто буду в шоке Бюджет какой будет? Совместный или раздельный? Если я не буду работать, то, естественно, совместный А если будете работать? Если я буду работать, то я буду многое что и в дом вкладывать за свои деньги И подарки делать мужу, естественно То есть тоже совместный? И на себя буду тратить, его не буду спрашивать Какое мне платье купить? А вы какое хотите? Разве когда семья и когда люди вместе Что-то может быть раздельное? Да, тоже, да По контракту даже может У нее свой счет, у вас свой счет Да, есть и такие, к сожалению Знаете, что меня злит? Вот у моих всех подруг То, что они зарабатывают, это их А то, что муж, это общее Вот мне так нравится, но у меня не так А мне нравится делать все А мне нравится покупать любимому человеку рубашку Которую я нечаянно где-то увидела в какой-то стране И привезти ему Я не против этого совершенно Это же есть определение общего бюджета Пожалуй, нужно остановить все И просто попросить его войти Я думаю, он уже об этом думает А самый дорогой подарок, который вы подарили И какой потребуете от мужчины? Самый дорогой подарок, это я на три дня в спа-отель в Испании сделала В другом городе Просто сюрприз Он пришел в пятницу с работы вечером Я говорю, пойдем, у нас машина же делает Он такой, что-что? То есть я собрала его вещь необходимая Зарядку под мобильник И уже в дороге ему сообщила Что возвращаемся только в воскресенье А вот самый дорогой, который потребуете от мужчин Вот действительно это дорогое Это в Испанию Дорогие подарки для меня Это не в материальном плане А в таком, как я делаю Это сюрпризы, неожиданные Сердце просите Это внимание Я правильно поняла? В принципе поездка в Испанию на три дня Это очень даже А ваше внимание Это тоже определяется вот этим Да, допустим, мы тоже вам должен подарить поездку Я не знаю Ну я не знаю куда там На Мальдивы тоже В спа какой-нибудь Но это же тоже затратная часть Правильно ведь? Да Ну вы почему-то воспринимаете это только как внимание А где же ему денег-то взять? Но вы потребуете Я не буду это говорить Но мы можем поехать вместо Мальдив в Турцию на неделю За 500 долларов Это тоже будет для меня приятно Если он мне сам это предложит А если не предложит? А если не предложит, то извините Вы ему вынести мозг Что может быть? Я не думаю, что я буду не права в этом случае Вы очаровательная Я вам желаю счастья Но я взамен хочу посмотреть на сюрприз Да Ну она пришла как на собеседование Знаешь, на работу На работу Она на него вообще не смотрит Когда ко мне приходят сотрудники Устроиться на работу Они вот ведут именно себя так А ты любишь сладкое? Обожаю Правда? Я бы хотела, чтобы ты попробовал конфеты А вот А после этого я тебе расскажу, что это значит Любую Я понимаю, я выберу самое вкусное Ты с чем любишь? С фруктами? С орехами Вот, с орехами Это очень большая Смотри, все перебрал, прежде чем попробовать Так и с женщинами, наверное Молодец, не всеядная Не первая попавшаяся На самом деле это был тест для тебя На твою сексуальность Как мужчина ест шоколад И как кладет обертку Говорит о его сексуальности Вот ты его прошу Хочу тебя поздравить А поясните нам Да, не интересно А то, что он быстро Например, он целую конфету Сразу в рот взял Не откусывал Значит, что он Изобретателен в постели А то, что он смял фантик Это означает, что он изыскан в ласках Вот А если откусывает? А если откусывает, то не особо интересный Он медлительный А если откусит, а потом еще сидит Выглаживает А если он выглаживает Вообще скучно И лучше не надо вообще с ним ничего Ой, девчонки Забирайте свою подружку Идите в комнату, да Вы умница Молодец Да? Да, вообще хорошо очень говорила Лен, ты вообще Даже нисколько не волновалась Даже если он меня не выберет Я ничего от этого особо не потеряю Давайте послушаем Как вам невеста? Ну, симпатичная Такая веселая девушка Мне понравилась А вы что скажете, Дмитрий? Встречают по одежке Провожают по уму Да, конечно За вот то время Сколько она пробыла с нами Да, она произвела В конце концов Очень благоприятные впечатления Да, я, честно говоря Даже не ожидал И сюрприз очень хороший Спасибо А вы? Мне показалось, что девушка Очень открытая Вот действительно Прямо вот Открытая-открытая Очень искренняя Те качества, которые Наверное, все мужчины ценят И это очень интересно Мне кажется, прямо ваша девушка Будет смотреть на вас С открытым ртом Будет вас обожать Она такая чувственная Достаточно Мне понравилось Обратите внимание Посмотрим Обратим Смотри, у него прям глаза Загорелись, по-моему Мне очень нравится Когда женщина умеет Сделать выбор Между чувствами Которые она испытывает В настоящем момент И глобальным счастьем В своей жизни Если ты встречаешься с мужчиной Как бы ты не любил его Как бы он не клялся тебе В ответных чувствах Если он не собирается На тебе жениться Очевидно, не собирается Ты прощаешь его А он продолжает откладывать свадьбу Если ты понимаешь Что тридцатник близится И надо что-то делать Со своей жизнью Она абсолютно правильно поступила Что она решила Прекратить эти отношения Уверена, что для нее Это было непросто Но то, что она смогла Не стать жертвой Вот такого затяжного романа Который ничем, очевидно Не закончился бы Уже о ней говорит Как об очень мудрой женщине Просто здорово Видишь, что ведущим тоже понравилось Поддержали тебя Впереди у нас третья невеста И судьбоносный выбор Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся И я предлагаю Евгению Встретиться с третьей девушкой Здравствуйте, Евгения Я вами очарована Готова бороться за вас Надеюсь, наша встреча Будет не случайной Спасибо Спасибо Я не знаю, не понимаю У меня какая-то верхняя часть лица Какая-то очень тяжелая Мне совершенно не нравится Здравствуйте, Милана С кем вы пришли? Я пришла с своими подругами Марина и Снежана Очень приятно Давайте посмотрим на вас Милана 27 лет Родилась в Турции В Москву Переехала 10 лет назад Устроилась репетитором Английского языка Мечтает уехать в Америку На ПМЖ Единственного возлюбленного Милана долгое время Держала на расстоянии Испытывая его чувства Жених не выдержал проверки И сбежал Надеется, что Евгений С уважением отнесется К традициям ее семьи Милана 10 лет всего живете в Москве Ну, да Так получилось И у вас совершенно отсутствует акцент У меня мама русская Папа турок А, то есть... И воспитывалась я в русской семье Училась в русской школе Какие-то у нее черты такие Грубые, мужские Все-таки у вас все равно ментальность Восточная Папа-то турок Держали на дежурных рукавицах Меня мама учила Что все-таки Человек нужно узнавать Узнавать, пожив с этим человеком То есть я не строила Никакие там Какие-то препятствия Не пыталась Какие-то там Конкурсы устраивать Я считаю, что Самый лучший способ Узнать человека Это пожить с человеком А почему до свадьбы Не дошло в дело? Вы знаете, я Очень наивный И доверчивый человек Я верю Я знаю, что я привлекательная Но я искала в мужчинах Очарование Не только моими внешними данными Но и качествами Которые я могла передать Мужчине То есть я хотела Чтобы человек любил В первую очередь Меня за душу Ой, да ладно У нас понятие счастья У мужчин и женщин Разное Я понимаю Душа им вообще не нужна Нет, это же искусство Это же профессия Быть женщиной А я знаю Лучше других Что такое быть женщиной Потому что вы же пол поменяли, да? Да, я была раньше Человеком одного пола Да Сейчас стала человеком другого пола Ни о чем не жалею Очень довольна Душа моя спокойна То есть я сейчас открыта К новым отношениям К новым испытаниям, наверное Нет, ну, конечно Она сделала Очень серьезный шаг Я не осуждаю Но тем не менее Все как-то очень печально Кстати, в Турции Это очень развито А вы сейчас с мамой общаетесь? Мы с мамой общаемся Но я не хочу ей делать больно Я не хочу Ну, усугублять ситуацию Она, значит, я жива, здорового Вам так кажется Вы ее дитя И для матери в последнюю очередь Ну, всякое бывает в жизни Послушайте И уголовников любят И... Не теряйте связь с матерью Ну, правда Вы не виноваты Ну, что А как, подожди А как пожениться теперь? У вас же паспорт на... На какую? Ну, на мужское имя А куда пришли-то? Валя Ты чего? Я в шоке А как давай пожениться-то? Нет, Канни, послушайте Нет, ну, весь мир уже соображает Что людям нужно помогать В любой ситуации Сидит приличный человек перед нами Ну, какая разница? Ну, так случилось Но есть еще, как бы, чисто законы Понимаете? Нет, ну, меняется пол Послушайте, ребят Так я же не против Меняется паспорт Меняется имя И все Да, заранее все шаги продумываются Потому что мы живем в обществе Которое еще Ну, не совсем приняло Вот И принимает Людей с такой проблемой Деток хотите, наверное Да, тоже проблема Безумно Я вот хочу безумно Я просто детей обожаю Сама преподавала Сама люблю детей А скажите, а в тех семьях, где вы преподаете детям? Да Они знают, да, вашу историю? Ну, есть родители, которые даже не знают о моей проблеме Я это не афиширую Это не проблема, это ваша история жизненная Ну, в принципе, да Ну, то есть это их никак не... Я меняюсь Я знаю, что через полгодика я буду лучше, чем сегодня Через годик лучше, чем через полгодика Я расту Это новая для меня жизнь Потому что еще года не прошло после операции Конечно, да Мне кажется, она его напугала Смотри, он так сразу так... Ну, любой бы человек напугался, конечно Это так вот сразу Хотите? Такой невесту Вот так прям сразу, когда ответить, ты не готов, на самом деле Я немножко тоже шокирован Парни, что-то новое А, вы что скажете? Ну, я толерантно отношусь к любым проблемам Молодец Самое главное Понимаешь, мы все живем под гнетом общественного мнения Все Что скажут родители Что скажут друзья Лариса, ну давайте тоже как-то это Послушайте, мужики А вам как за мужскую державу? Это не обидно? Ну, что вы тут прям толерантно, толерантно? Чем меньше мужчин, тем больше свободных женщин Вы нам пыль в глазах не пускайте Потому что правда честность должна быть Правда? Либо потому что потом как жить с этим? Если он тут сначала тут это Всякое такое толерантное А потом начнет тебя же в этом упрекать Нельзя, конечно Либо так, либо никак Да, я встречалась с молодым человеком Были красивые ухаживания До тех пор, пока я не открылась ему То есть для него это, ну, оказалось очень важным Вот, в принципе, я не расстроилась Поскольку мне нужен человек, который примет меня Который будет решать мои проблемы А не создавать эти новые проблемы Ей нужно искать мужчину, мужа из такого же круга Да Милан, покажите сюрприз, пожалуйста Ой, что, она опять сейчас будет? Послушаем С таким голосом Да, интересно Смотри, глаза закрыла В общем, я, знаешь, одну поняла Что она сюда пришла, чтобы себя показать То есть в плане выйти, грубо говоря, на шоу-бизнес Показать свой голос Спасибо вам огромное А можно я вас обнимаю? Послушайте, просто, да, слезы Счастья тебе не нужно Я расстроилась Я знаю, что ты Ты даже чуть-чуть не дотянула песня Но не расстраивайся, не надо Все хорошо Что вы скажете? Как вам Милана? Не буду строить сложных иллюзий Я, честно говоря, не надеюсь, что я время выберет Спасибо, а что вы скажете, Евгений? Действительно, очень неоднозначная ситуация Я не был готов к такому сюрпризу Не был готов к такой девушке Мужчине, не знаю, как правильно сказать К девушке К девушке Я в какой-то мере завишу, может быть, от общественного мнения От мнения своих друзей И, честно говоря, я не уверен Как отнесутся близкие Друзья, коллеги по работе Партнеры по бизнесу К возможности такого Брака, романа Не знаю, как это назвать В какой форме это будет Кроме того, все-таки В мои планы входит иметь собственных детей Это очень важно для меня Здесь я понимаю Нужно будет искать какие-то компромиссы И находить какие-то другие способы осуществления этой моей Не только моей, наверное, общей мечты Мне кажется, он очень зависим от мнения своих друзей Я почувствовала, что ему очень понравилось Красивая, очень хорошо сложена Честная, трепетная, нежная Готовая к любви Хорошо воспитанная Хозяйка хорошая, наверное Готовить будет точно Вот Красотка Выжила сильная, значит Все-таки 17 лет приехать в Москву И всего добиться самой Тяжело Не сломалась Не истеричная Не вульгарная Очень понравилась, Милана Вот, в принципе, пойми вас, мужчин То вы все ищете понимание в женщинах Но вот вам, пожалуйста, разум мужской поймет всегда Да, вообще идеальная просто ситуация Но вот вы не хотите В большом счете Да Пусть они переживут Переспят с этой мыслью называется Да Пусть переспят Они привыкнут к этому, что это ничего страшного Это не ужас, не кошмар К сожалению, звезды ничего не могут сказать в этом случае Потому что в те моменты, когда астрология, абсолютно универсальная наука Которая обо всем может сказать, создавалась Таких явлений не было в принципе А гороскоп мужчины и женщины трактуется по-разному Поэтому я не знаю, что сказать Я могу только сказать, что здесь явное нарушение самоидентификации Соединение Солнца с Нептоном в гороскопе И как специалист я, увы, бессильна А как человек я не могу с тобой согласиться Если каждый имеет право высказывать свое мнение То я не могу быть толерантна к таким явлениям, увы Потому что если бы в моей семье с моими близкими происходило то же самое Я была бы, наверное, очень несчастным человеком Я могу понять Милану как человек человека Как женщина женщина даже может быть Но еще расскажу Наверное, чтобы эта история произошла с кем-то из своих Не хотелось бы В каждой семье какая-то проблема Связанная со здоровьем С финансами Ну, я только рад за нее, что у нее все замечательно Парни, мы видели трех девушек И кого из них вы рекомендуете Евгению? Я рекомендую Елену Она на самом деле хозяйственная девушка Поэтому очень хороший спорт Елены Очень тебе подойдет Спасибо Вы правильно говорили А вы что скажете? Я согласен с Фредом То, что Елена такая действительно душевная, теплая Домашний человек Это сразу видно Ну, мне кажется, Евгений больше подойдет Яна И я, конечно, за нее Мне он очень понравился Красивый Умный То, что надо Да, то, что я хотела Не зря я сюда пришла Знаете, как говорится Многим улыбается счастье Но немногие способны это счастье хранить Вы, мужчина, тоже идете в брак за счастьем И, судя по вас, Евгений, для вас самое главное все-таки счастье Это в эстетическом восприятие Это в эстетическом восприятии Женщина, а уж Ну, давайте честно А уж Нет, честно, это не маловажно Это очень важно И правильно Мне кажется, ваше эстетическое восприятие Это Яна Спасибо Спасибо Яна, Яна, Яна Я, конечно же, за Яну Хотя мне и Елена, и Милана понравились Ну, просто, как говорят мы стопудово Очень понравились Ну, я с Яной вас вижу Ну, конечно, такому сластолюбцу с опытом, как вы Конечно, нужна Яна Женщина, которая внешне будет очень эффектной Она будет действительно эффектной достаточно долго Хотя она не брюнетка Вам больше, наверное, подошла бы женщина темноволосая Но в ней есть и та какая-то тонкость едва уловимая И динамика, которая вам нужна То есть она не осядет рядом с вами мертвым грузом Я уверена, что Яна, конечно Янка, ты вообще фаворитка Слушайте свое сердце Мы вас поддержим в любом случае Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте СМС с их номером по телефону 4-4-ки Светлана, 36 лет, номер 1014 Руководитель проекта в компании по производству алкогольной продукции Ищет успешного мужчину без вредных привычек Юрий, 42 года, номер 1015 Учитель истории Катается на роликах, занимается плаванием, любит театр Ищет встречи с заботливой и хозяйственной девушкой Мы не знаем, выйдет Евгений один или с избранницей Выходите все, давайте поддержим его решение Подходите ко мне Здравствуйте Я так понимаю, что наши планы на ближайшее будущее совпадают Поэтому предлагаю их реализовать совместно У нас есть пара Евгения и Яна Если вы хотите оказаться на месте наших героев Заполняйте анкету на сайте Первого канала Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, пожалуйста Спасибо Мама и папа, бабушки и дедушки, дяди и тети, сестры Крестные и дальние родственники А также женатые и замужние Приглашаю вас в мою новую программу Называется она «Знакомство с родителями» Подробности на сайте Первого канала Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»